Всем привет, вы на канале Аполло Геймс и мы продолжаем выживать в игре под названием Ви Айл. На ветке Еврима вышло очень большое обновление, добавили три новых динозавра, стигозавр, карнотавр, и гипсилофодона, который вы видите сейчас на своих экранах, из-за которого будет эта серия. Механику кровотечения они еще добавили, которая отличается от старой, которая была на Легасе ветки, но об этом мы поговорим попозже. Механику флэшчанг, которая позволяет отрывать куски мяса от убитого динозавра, смену дня и ночи, и она сейчас без ночного зрения, то есть ночное зрение они сделают через три где-то обновления только, но какой в этом смысл, если они снова не поработали над тем, чтобы не работала калибровка? Это вопрос интересный, может быть и поработают, может быть и поэтому оно через три обновления только. Играю и снимаю свои видео я на сервере Тапкины в Рима. Так как на этой неделе я буду снимать еще два ролика за карнотавра и стигозавра, можете встретить меня здесь в эти дни, и обязательно здесь буду, ну особенно там вечерком где-то. Ссылка на дискорд этого сервера будет в описании под видео. Я сразу хочу вам показать ночь, какую они сейчас сделали, это сейчас с решейдом, то есть с калибровкой. Вот так вот ночь выглядит без калибровки, ну то есть для съемки это точно не подходит, на телефонах особенно, думаю, вообще очень плохо все будет видно. Ну и так для игроков, в кустах просто темень абсолютная, ничего не видно вот мне прям. Ладно, давай переходить к самому гипсилофадону, будем называть его просто гипси теперь. Так, стигозавр там бегает. Первое проверим крики, на однерку. На двойку. Усами-то как шевелит. Ох, е-мое. Да, на тройку показывали анимацию разработчики, он вообще ужасно дергается, ну типа это должно отпугивать. Вот так вот. Еще раз. Не, ну прикольно. Да, прикольно сделано. Некоторые возмущались из-за этого, но я не понимаю почему. Вот как раз-таки такой Динос и подходит для такой анимации. И на четверку. У этого Диноса есть своя способность. Он может пищевым соком плеваться. На правую кнопку мыши ты зажимаешь, целишься примерно в голову противника. Вот. Луч становится желтый, плюс появляются еще какие-то блики. Это значит то, что ты попадешь. И ослепишь своего врага. Но сейчас я в воздух плюну только. Вот такая вот зеленая штука. Ну просто они сейчас толпой на меня нападут. Так. Стига, ты как туда забрался? Он что, прыгать умеет? К сожалению, начинаешь за гипси ты сразу взрослым, потому что разработчики еще не успели ему разработать как бы такую систему роста, которую они хотят. Ну то есть беспрерывную. Ну вот, сразу полный рост. Вес у нас 160 килограмм. Мы очень мелкие. По-любому урона у нас очень мало. Ну вот на левую кнопку мыши. Ты что сейчас сделал? Это укус или вообще что? Ну да, пасть он открывает. Просто это происходит так быстро, что я даже в первый раз не понял, что он делает. При плевке желудочным соком, конечно же, потребляется твой желудок. Ну то есть он опустошается. И это логично. Давай я сейчас попробую вот в этого стегозавра плюнуть, потому что он что-то тут быкует немного. Нет. Видимо... Слишком далеко я, мне кажется. Давай поближе подойдем. Ох, такие кусты, ничего не видно. Ну вот, все. Я плюнул и 100% прямо слепил его. Давай попробуем его покусать чуть-чуть. Ох, он меня с первого удара убил. Ясно? Ну на нем порезы остались. То есть урон какой-никакой я нанес. Так, давай попробуем в карны чё-плюнуть. Ну вроде как я должен был попасть. Да, я попал. И он сейчас делает анимацию отряхивания. То есть чтобы избавиться от ослепления, ему нужно потереться головой об землю. И все, на меня объявили охоту. В игре то светлеет, то темнеет. Ну, я понимаю, да, типа, скорее всего это сделано то, что облака закрывают солнце и... Ну, становится не так светло, не так солнечно. Ладно, давай посмотрим анимацию того, как он ложится и спит. Будет интересно глянуть. Так. Ну такое. А спит он просто накрывается хвостом. Ну ясненько. Ничего сверхъестественного. Но выглядит он, конечно, классно. А так, по сути, ну, Димас такой. То есть бесполезный. Он защитить себя-то может. Ну, как бесполезный? То есть ты ни с кем толком не пофайтишься. Урон, конечно, мизерный. При 160 килограмм веса ты просто плюешь в глаза и убегаешь от противника. Ну, больше подходит игрокам, таким, которые не любят файты. Любят как-нибудь так играть, что не особо агрессируют. Там все дела. Так, ладно. Пойдем, наверное, поищем сейчас дрио. Вроде как говорили то, что искусственный интеллект немножко поменяли. То есть он теперь хотя бы как-то нормально реагирует. Но это еще все нужно проверить. Так, здрасте. Я не попал, да? Да, я не попал явно. Ааа, не убивай меня! Гипси еще может прыгать высоко. Но... Так. Сейчас я оторвусь от хвоста. Блин. Чуть не отстает. Давай плевать. А, мне плевать нечем. Да, желудок опустошен. И все. Ладно, тогда просто убегаем. Вроде как уже оторвались. Да что ж такое-то? Это снова ты? Ну, ясно. Они, кстати, сейчас, когда убивают, сразу хватают в зубы. Я уже устал, если честно, умирать, потому что гипси нужно там один или два удара, и он откидывается. Ну, что у него очень мало здоровья. Ааа, я постоянно во всех плюю, во всех мимо проходящих, и наживаю себе противников. Так, ладно, сейчас снова встречусь, короче, с Лилией. И пойдем искать этого Дриу гребаного. Надеюсь, он хоть убегать теперь нормально умеет. Ну, и попробуем с ним подраться, потому что Стега или Карна я не вывезу. Ну, еще Юта, Тенонта есть. Ну, мало кто сейчас за них играет, потому что, ну, все-таки же новые Динос и все дела. В скриншотах, которые кидали те, кто тестировали эту обнову, было то, что гипси постоянно там сидел где-нибудь на дереве. И давай это дело проверим. Вот степень заряда прыжка. То есть, вот я сейчас набрал заряд и прыгнул высоко. Если я просто нажимаю, он прыгает низко. И индикатор заряда, это его хвост, он поднимается. Давай попробуем вот на это дерево запрыгнуть. Нет, ну, явно он никак по деревьям лазить не может, как могли некоторые подумать из этих скринов. Но запрыгнуть, в принципе, возможно. Наверное, если бы дерево было чуть-чуть пониже. Ну, вот чуть-чуть не хватает. Хотя нет, эта ветка вообще... Я сквозь нее прохожу. Нет, ну, тестировщики нас явно обманули. Даже вот низкое дерево, я на него не могу запрыгнуть. Ну, я просто проваливаюсь сквозь эту ветку. Она как бы... В ней нет коллизии, чтобы на ней устоять. Не знаю, может быть, есть какие-то прям специальные деревья, но я в этом ночью сомневаюсь. А проработан только ствол коллизии, то есть только с ним ты соприкасаешься, сталкиваешься. Не добавили еще какие-то странные звуки. Это вообще игрок? Нет, сейчас кричит. И такое ощущение, что есть звук совы. Какие совы? Вот. Это точно звук совы. Что за странные лесные звуки? Ладно, я тут видел где-то дреозавра. Они обычно на этой поляне спавнятся. Но я его потерял. Ну, хотя бы кого-то. С кем-то хотя бы попайтиться нужно. Да, еще нужно на себе проверить ослепление. Насколько я знаю, просто полностью черный экран становится. То есть никаких эффектов какого-нибудь, не знаю, желудочного сока по экрану. Ничего такого нет. Бота Дриву вообще невозможно найти. Может быть, из-за того, что на сервере очень много людей. Я нашел только... Ну, да, маленького стега. Ну-ка. Ты там вообще... А, он Юту убил? Нифига себе. Нет, Корнотавр, точнее. Ну-ка. Я вообще смогу его убить. Ну, он вроде как АФК и... Только-только заспавнился. Мне просто интересен урон. Нигде же сейчас информации нету. Я убил его. Я думал, я его тут пилить буду два часа, даже при том, что он только-только заспаунившийся. Офигеть. Ну, то есть урон какой-никакой есть. Да, у него по-любому мало жизни было, но... Такое. И тут же прибежал Корнотавр. Выстрелить я в него не могу. Ох, ё-моё. Желудочный сок я не могу использовать, потому что еды у меня маловато. Так. Это ты? Блин, он её убил. Ааа, ё-моё, всё. У меня, видимо, уже последний экран. Я сейчас откинусь. Блит сейчас вообще как должен действовать? Он снижает твою выносливость и регенерацию выносливости. Ну, а также регенерацию жизни на то время, пока у тебя есть блит. И там говорилось о том-то, что если блит дойдёт до 100%, то персонаж откинется. То есть, это всё смерть, остановка сердца. Так. И да. Я даже при том, что я сидел, я откинулся. Что? Ааа, точно. Нужно валяться в грязи, поедать растения, да? И всё в таком духе, чтобы снять блит. Я сейчас заспавнился на сервере, и я в пати с Корнотауром, который просто за мной бегает, и от него никак не оторваться. Найс, найс. Какие-то очень странные баги, и я не мог выйти из пати с Корнотауром почему-то, и пришлось вступить в другое пати. Ну, хотя бы со своим видом, не хищным. Так, у меня что-то вот с индикаторами сейчас происходит, они немножко другого цвета, и выносливость даже немного золочена. Ну, то есть вот тут немножко прям, несколько процентов, оно горит оранжевым, и оно не восстанавливается. Интересно, из-за чего это? Я сначала думал, может, мой персонаж стареть начал. Ладно, давай, короче, проверять ослепление, чтобы понять вообще, как это действует. Интересно, до сих пор черный экран, или у нас рвотные массы будут по экрану размазаны. Так, давай, плюй. Ну, не совсем прям черный экран, это больше как пелена какая-то. Вот так вот. И надо нажать на Е обязательно, чтобы обтереться, ну, снять эту фигню. Видимо, сама она не проходит. Даже при том, что я обтерся, она прям не сразу прошла. Ясно, короче. Вообще, мне этот персонаж очень сильно, ну, вот этот гипсокартон мелкий, он мне очень сильно напоминает Орикто Драмилса из Бермуды. Потому что у него тоже есть ослепление, только песком, а не ядом. И, ну, это тоже симулятор крысы. То есть ты просто бегаешь, от всех гасишься. Но разница в них в том, что за Орикто Драмилса, как по мне, больше геймплея. То есть мы строили свою коммуналку, гнездились там, и все в таком духе. Но, может быть, я чего-то не понимаю, и гипсокартон суперсильный диноз, который заплевывает. Кстати, урон вроде как он не наносит своим плитком. Я все это хотел проверить. Вдруг все-таки. Ну, нет. Ну, все равно запас как бы желудка, он не бесконечен. И даже если бы наносился урон, не думаю, что много бы изменилось. Сейчас будем проверять, как работает Блит, и возможно ли остановить кровотечение, типа, грязью. Но это странно, то, что когда ты сидишь, у тебя Блит не регенится. Блин, еще с ФПСом что-то не так. Так, вроде как оптимизацию должны были выкатить, но когда рассвет, закат, типа, почему-то очень мало ФПС. В основном ФПС был нормальный. Сколько я играл, вот здесь вот как-то сильно он проседает. Так, ладно. Кусай. И вот Блит пошел. Так, тут я индикатор как-то могу посмотреть? Нет. Да, вот все, идет он. И давай теперь изваляемся в грязи, как раз посмотрим анимацию того, как он это делает. Так, нормально все. И Блит как будто залочился. Но не снялся полностью. То есть на время остановился. Давайте теперь просто посидим. Ну, уже прошло секунд 30 и Блит до сих пор висит. Очень странно, а что он должен был тогда делать, если садиться не помогает? Ну, рядом грязи не было. Надо было, наверное, куда-то далеко убежать за ней. Сложно. И нужно понимать, как он действует, потому что от этого зависит. Типа, как ты будешь жить, выживать. Ну да, получается, нужно искать грязь и садиться. Иначе ты просто умрешь. Ладно, давай теперь попробуем просто сесть. Может быть, тогда что-то залагало. Укуси. Угу. И сразу же садимся. Плохо только то, что у меня сейчас меньше жизни, чем нужно. Спать, я думаю, вообще никак не будет помогать. Что ты сразу начинаешь выходить из игры просто. Блит идет. Да нет, смотри, я все это время сижу и Блит до сих пор идет. Ну, то есть сейчас он дойдет уже до конца и просто будет остановка сердца. Серьезно, только грязью лечиться, что ли? Ну-ка, я успею вообще это сделать. Так. Ну, кстати, смотри, кровища течет и она выглядит более-менее ну, получше, чем вот эти вот шлепки майонезные. Ну, только красные в лего-си-ветке. Да, Блит сейчас скинулся, даже при том, что я не сидел. То есть самое главное изваляться в грязи. Что? Это типа глупо как-то. Ты типа как-то залечиваешь, ну, залепляешь, то есть рану свою. Из-за этого Блит останавливается. Тогда нельзя теперь биться там, где нет рядом грязи. Сомнительно как-то. Может быть, еще какие-то способы есть, но серьезно, даже ничего придумать не могу. Так, вот сейчас подставлю, чтобы меня один раз Карна укусил. Ну, хотя можно с ним подраться. Вот я его сейчас ослепил, и ему нужно, получается, скинуть эту пелену, а я его пока буду кусать. Так, один раз он меня укусил, все, хватит. На второй раз я уже умру, а думаю, ему нужно очень много укуса. И сейчас убежим, посмотрим, как выглядят следы, когда ты включаешь нюх. То есть, сейчас они должны как-то хорошо подсвечиваться. Ну, все, мне кажется, я убежал. Как раз еще анимацию нюхай. Капец, ему башкой вертит. Вот, да, прям отлично видно. Ну, какая периодичность. нормальная, да, чтобы выслеживать вполне себе. Плюс то, что вот этот вот запах поднимается. Это будет очень помогать найти жертву. Не знаю, почему Карн за мной не побежал по следам. Это же типа логично. Ну, и вот я сейчас стою в лесу, и что мне делать? Вот здесь, например, в грязи я смогу изваляться? Нет, не могу. Тогда какой в этом смысл? Здесь вот тоже не смогу. Тут листва, типа, тут не грязь. мне искать ближайший водоем, чтобы на берегу там изваляться? Это как-то фиговенько. Ну, вон что-то я вижу, но я не знаю, я успею добежать или нет. Мне кажется, нет. Слишком быстро как-то он идет. Да, я явно не успеваю. Ну, вот, да. Тут чуть-чуть. В принципе, если бы я сначала сюда пошел, может быть, я бы и успел. Ну, все. Вот, кстати, как выглядит кусок мяса, оторванное от трупа Диноса. Ну, текстура какая-то странноватая. Это больше на язык похоже чей-то. Может быть, это и есть чей-то язык. Не знаю, но в любом случае они висят в воздухе почему-то. Но, когда будем играть за Карна, мы на них еще насмотримся. Сейчас еще есть разница в плавании, на спринте и без него. Вот это вот без спринта. А вот это вот со спринтом, с брызгами и тупо как моторная лодка попу. Нужно хоть глянуть, что произойдет, если мы пободаемся с Тенонта. Так, я вроде ослепил его, да? Ну да. Угу. Он тоже блид накладывает? Неожиданно, кстати, что я думал только хищи. Мы оба умерли в один момент. В смысле? Ты встал? Это было какое-то оглушение, что ли? Я думал, я умер. Ну и на всякий случай все-таки проверим эту фигню с ягодами. О, они решили побиться. Так, победила, да? Да. Но у нее сейчас блид, и нужно скидывать его тем, что ты залепишь его грязью. Фиг знает. Ладно. Давай, кусай. Угу. Так, и кушаем ягоду. Блин, как он лапами ее прям берет и ест. Ну-ка еще раз. Ну ягода не помогает. Блида, как я и думал. Хотя бы посмотрели анимацию поедания. Она сейчас говорит, что у нее регенблида пошел. Может быть из-за того, что я такой мелкий у меня не регенится? Да, закарно очень неприятный баг есть. И я не могу выбраться на берег вообще никак. Вон погибший собрат тоже лежит. Видимо в воду попал в эту ловушку. Ну тут типа нормально вылазишь. Я сколько за гипси здесь плавал и за юту. Здесь хорошо, нормально выходишь из воды. А он этого сделать не может и я конечно же умер. Давай сейчас проверим кровотек на кармичи. потому что мне кажется что просто гипси слишком мелкие для того чтобы регенить этот блит который ему вешают. Вот все. Блит есть и я просто посижу. Вот все блит отрегенился хотя почти до конца дошел. То есть даже не показывалось. Я уже должен был скоро умереть и все. Я думал он в обратку будет восстанавливаться но нет. По предварительным данным могу сказать что предыдущий блит мне нравился больше там хотя бы ясно было умираешь ты или нет. Гипси в итоге оказался ну не супер прям интересным ну да он типа красивый но за него первая серия потому что сейчас администрация сервера адаптирует правила по Девриму и скоро их выпустят. Но охотясь за Карна я не хочу встречать каких-нибудь межвидеров и все в таком духе. Да кстати на сайте этого сервера уже появились новые Динос если что. Так ну ладно на этом я же серию буду заканчивать следующая серия 100% будет за Карна Таура который теперь может сбивать с ног мелких Дино и оглушать больших Динос ну там типа зажимаешь когда ты бежишь на правую кнопку мыши и я думаю мы повеселимся ладно подписывайтесь ставьте лайки всем пока пока